Очень неожиданно раскрылась на этой неделе фрау Меркель, Ангела Меркель. Кстати, что удивительно, вот на этой программе, где я этот дипломчик получил в Ельске, со мной в когорте, в группе, ну там разные и министры, и депутаты, и руководители банков развития, и такие все серьезные люди. И вот одна из них это помощница госпожи Меркель. Естественно, Меркель сейчас уже на пенсии, можно сказать, вот по-своему так мягенько, можно сказать, на пенсии. Естественно, ее основной офис, он распущен, и все, кто там на нее работали, уже так не совсем удел, потому что, ну, традиция такая, что как бы вроде приглашают к следующему канцлеру, но так, типа, может вы не пойдете? И многие не идут. И поэтому эта вот девушка, ну, она уж такая взрослая, дама, вот, она, она приехала сюда, и вот полгода на этом фэллоушипе, да, находится. Но вот что удивительно, что удивительно, значит, Меркель выступила с очень, она молчала вообще, и в принципе Меркель это была та сила, которая пыталась создать новую архитектуру безопасности в Европе. Это были ее все мысли, идеи, как в Европе все должно было быть. И по ее логике должно быть следующее. Надо Россию обязательно не выбрасывать из, значит, европейских отношений, надо иметь с ней дело, надо с ней общаться, что бы там Путин ни творил. Но при этом, значит, да, и России надо что-то дать, потому что Россия, Россия, как бы, ну, иначе не успокоится. Но при этом, ну, при этом, как бы, держать Путина на таком поводке, да, держать Путина на поводке. И как-то его, ну, что ли, забавлять, как ребенка, как дебильчика такого, дурачка. Чем-то его надо забавлять. И вот такой забавой стали для нее Минские соглашения. Вот. Значит, канцлер заявила, ну, если так четко, значит, она заявила, что в интервью Шпигель сказала так, я бы хотела, чтобы после моего выхода на пенсию, условно говоря, было более спокойное время. Поэтому я много занималась Украиной. И вот это вторжение для меня не стало неожиданностью. Минские договоренности были уничтожены. Она пыталась провести переговоры с российским президентом и Эммануэлем Макроном еще летом 2021 года. Но, как бы, некоторые это все торпедировали. И у меня, говорит, уже не было сил отстоивать свою позицию, потому что все знали, что осенью меня уже не будет. Я просила других членов Совета Европы. Почему вы не выступаете? Скажите мне что-нибудь. И один сказал. Для меня это слишком, как бы, глобальный вопрос организовывать переговоры по глобальной системе безопасности. Второй. Пожал плечами. Это то, что должны делать взрослые. Если бы я снова баллотировалась в сентябре, то тогда, да, эту эту инициативу можно было продавить. Но так как, типа, хромая утка, нельзя. То же самое было после моего прощального визита, во время моего прощального визита в Москву было очень четкое ощущение с точки зрения силовой политики, со мной было покончено. Ну, то есть, ничем давить она не могла. По ее словам, для Путина имеет значение только сила. Только сила. И она сказала, что позиция по Украине на мирных переговорах в Минске дала Киеву время, чтобы лучше защититься от российских войск. Теперь это гораздо более сильная, более стойкая страна, потому что, если бы Путин напал тогда, она была убеждена, что Украина была бы разгромлена войсками Путина. Вот. Ну, и призналась, что да, она не расстраивается, что ушла тогда, в августе, потому что, ну, понимала, что ее правительство не смогло на самом деле решить все эти проблемы. Да, не российско-украинский вопрос, не конфликты в Молдове, Грузии, Сирии, Ливии, где, в общем, Россия рулила, она ничего сделать не смогла. Вот такое интервью дала Меркель, ангела. То есть, основная мысль такая, и вот это, кстати, интересная мысль, то я знала, нет, я знала, что Россия готовит войну. Она не могла это вслух сказать, да, то есть, видимо, Путин, а у него традиция такая, у Путина быть достаточно близким с немецкими канцлерами, то есть, вы знаете, что он там лучший друг Шрёдера, и до этого, и после этого, в общем, из-за того, что он в Германии там работал, у него ресентимент такой, свой собственный, я так понимаю, что он ей сообщил, я буду забирать Украину. Начался процесс, забрали Крым, пошла, пошел Гиркин со своими вооруженными людьми на Донбасс, подожгли Донбасс, пошли военные инструкторы, опять зеленые человечки там и т.д. и т.п. и в этот момент как бы идеей Меркель было остановить вступление в войну больших российских войск. Больших российских войск. И она затеяла эти минские переговоры, соглашения, которые она понимала, никакое не решение проблемы, она про это говорит, вообще никакое не решение проблемы, но это она купила время для Киева, чтобы немножко подсобраться, построить армию, построить идеологию, и я понимаю, почему там такой скоростью Порошенко начал, армия Мова-Вера, значит, автокефальная церковь там и все остальное, идеологически такое отделение от России, потому что, видимо, он тоже что-то понимал и знал, и они вот отложили как бы это наступление Путина получается на, ну так, нормально, на 8 лет, на 8 лет, и за эти 8 лет украинская армия преобразила. Значит, ну, с одной стороны, да, так и есть, украинская армия действительно преобразилась, она научилась, она перестроилась, она пошла на натовский стандарт, с другой стороны, это тоже лукавая позиция, вы прекрасно понимаете, потому что за все это время Германия не дала никакого оружия Украине, вот просто, никакого оружия, и Запад вообще не дал Украине никакого нормального оружия, то есть, оружие стали давать уже после того, как Путин попер на Киев и более того, попер и получил там трындулей, то есть, они как бы дали Украине время, но оружие реального не дали, а с чем бороться, ну, как бы, как строить эту защиту без современных систем вооружения, и это, конечно, стоило десятков, сотен тысяч жизни украинских и солдат, и мирных жителей, и тут она виновата, она виновата просто в этих смертях, то есть, с одной стороны, действительно, и это невозможно отрицать, что если бы россияне, вот так, как они сейчас поперли, они поперли в четырнадцатом году во время Майдана или сразу после Майдана, они бы Украину взяли, потому что нет правительства, нет президента, Турчинов оказался слабаком, да, без единого там выстрела Крым отдал, там Тимошенко, которая там газовая принцесса, тоже негде клеймо ставить и так далее, он бы взял, то есть, это, это дало передышку, еще раз, восемь лет передышки, но с другой стороны, во время этой передышки она ничего не сделала для реального укрепления армии Украины, вот, ничего не сделала, то есть, не передали никаких ни оружия, ни боеприпасов, ничего, просто, ничего. Путин очень расстроился этому интервью, Меркель, вот, что сказал Путин, для меня, это цитирую, это было совершенно неожиданно, это разочаровывает, я не ожидал это услышать от бывшего генерального канцлера, я всегда рассчитывал, что руководство ФРГ ведет себя искренне, искренне он рассчитывал, то есть, он может вести себя не искренне, но, но вот, канцлер должен перед ним вести себя искренне, ведь Шрёдор искренне себя ведет. Да, она была на стороне Украины, говорит Путин, поддерживала ее, но все же казалось, что руководство ФРГ искренне стремилось к урегулированию на принципах, которые были достигнуты, в том числе, в рамках Минского процесса, и добавил, что слова Меркель означают, что он все правильно сделал, начав войну против Украины. Вот, что сказал Путин. Оказывается, все эти Минские соглашения никто не планировал выполнять. Ну, когда он говорит никто, он же и себя включает, правильно? Потому что он был стороной Минских соглашений и он ни хрена не выполнял. Ни хрена, вообще, ноль, зеро. То есть, ни он, ни вот эти его там Луган-бомбандоны, вот, никто ничего не выполнял. Поэтому, когда он говорит никто, это он и себя тоже имел в виду. А он, я так понимаю, рассчитывал, что он не будет выполнять, а Украина будет. Ну, хорошо. Они нам врали. И смысл заключается только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Ну, оружием никто не накачивал. Повторяю, никаких поставок оружия в Украину не было. Просто не было никаких поставок. Видимо, мы поздно сориентировались, возможно, раньше это надо было начинать. Раньше надо было начинать войну. То есть, он признает, что войну Меркель удалось отложить. Просто удалось отложить войну. И это, наверное, да, действительно похоже на факт, судя по бешенству Путина и судя по тому, что я бы раньше начал, и он действительно, если бы раньше начал, скорее всего, он имел шансы на военную победу. Он бы все равно не сломил народ Украины. И понятно, что Украина бы не смирилась никогда, но, ну, как бы, армию он разгромить имел шанс, теперь не имеет. И вот эти восемь лет, это, это почему он не может сейчас разгромить украинскую армию. Ему вторит наш, генерал-губернатор не может же не подвякнуть, не подтявкнуть, не под, это, он же, он же считает, себя почти Шродером, наш этот, Григорьич, и что, что наш подвизгивает, смотрите, это очень интересно. «Если это так было бы, как она говорит, это, это отвратительно, но это не так. и слова, отвратительно, он же кофе делал, понимаете, он лично делал кофе и носил ведрами, а это Меркель их всех надуло, с шоколадным магнатом, надуло этих дурачков». «То, как есть на самом деле, это не просто отвратительно, это мерзко». «Мерзко, мерзко, мы бы давно войну начали и давно бы ее выиграли, а они вот нам немножко эту лапшу на уши навешали, зная про наши наполеоновские планы». «Меркель, я тоже этого не ожидал, президент России об этом сказал, он не ожидал такого выпада от Ангела Меркель». «Выпад, она встала в коре или как это называется, в туше, сделала выпад. И выпад, честно говоря, она молчала-молчала, но одной фразой она просто их выдолбила, обоих, что Путина, что Лукашенко, что они так бесятся, она их выдолбила. Она представила их идиотами для всего мира. И, естественно, она оказалась, что вся вот это вот, что якобы Европа готова признать ЛНР, ДНР, бумажки эти, все это абсолютная дымовая завеса, чтобы просто ну, эти два деда отстали на какое-то время от Украины». «Она поступила мелко». «Мелко поступила». «Обманула!» «Мы же хотели, мы бы тогда в четырнадцатом году все забрали». «А теперь не можем». «Мелко поступила, потому что». мерзко. «Мерзко». «Мерзко». «Хочет быть в тренде». «В тренде очень хочет быть». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». «Вот такого оскорбления она не переживет. Она хочет быть в тренде». «Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе и Порошенко, были тогда очень серьезны. Представляете, после минских там заседаний всех посиделых, весь мир говорил о том, что ну, наконец, сделали шаг и подписали эти соглашения». «Ну, конечно. Все тогда очень смеялись, я помню, слуга Антона». «Прекратилась война или стали гибнуть люди. Все это позитивно оценивали. И сегодня на том фоне разговаривать о том, что они с Порошенко, ну, считай, этот Оланд, которого Аназар уводила». «Показал Оланд такой хоббит, карлик, да, которого Аназар уводила, потому что он еще и такой дурачок, наверх. На моих глазах они якобы провели тайную операцию, обманули там всех, прежде всего Россию Путина и всех в мире, дали паузу, возможность, армию украинскую подготовить к этой войне. Если бы это было так, это слишком просто». Ну, вот видите, на какие простые уловки повелись два великих стратега. Оказалось, как это в Буратино песне, «На дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь». Ну, вот, так, да. Знаете, вот, обманули, подготовились к войне, и война... так и есть. Сейчас, если это так, это не так, но если так, что вот это выйти и стенать, что идет война? Ну, потому что люди умирают, что выйти и стенать? Понимаешь, что для них то, что там города разрушаются, и люди умирают, это что тут выйти и стенать? Ну, вообще-то во всем мире это считается очень плохо. Вы к ней готовились, а мы точно знаем, в ближайшее время я Путину сказал, мы обнародуем эти факты. Он уже эти направления обнародовал, откуда Беларусь готовилась на нападение. Четыре позиции. И вот уже разоблачил Бучу, я помню, он обещал обнародовать, что это британская спецоперация, но пока не обнародовал еще. Как они должны были после двадцатого года мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области стата войсками захватят у нас власть, начать войну против России с Донбасса. Так Смоленск это не Донбасс. Причиной должно послужить то, что Россия захватила чужие территории. туда должна была начаться война. Она там и началась, только ее Россия начала. В 21-м, может 22-м году Россия сработала на опережение, поэтому не надо Россию упрекать в силу заявлений Порошенко Меркель лживых заявлений, что Россия начала войну. Россия начала войну. Не надо упрекать. Ее отложила Меркель Порошенко. Удалось отложить немножечко эту войну. Но Россия, когда уже поняла, что что-то это как-то она начала эту войну. То есть Меркель удалось ее отложить просто на время. Так бы эта война была в 2014 году. О них Меркель и Порошенко хотят показать свою значимость. Ну они что-то значат, да, в отличие от этих, да. Украинская армия, смотрите, воюет, сопротивляется одной из сильнейших армий мира, потому что мы обманули тогда в Минске всех и мир весь обманули, и Россию и так далее. Не, мир не обманули. Мир прекрасно к чему все идет. Только двух лохов видимо обманули, это правда. Мелко и мерзко. Мелко и мерзко. Нас обманули. Мы воевать хотели, убивать хотели, а нас обманули. Не дали нам сразу всех убить и уничтожить. На целых 6 лет оттянули. Боже, как мне его жалко, кстати, друзья. Чека не дали возможность повоевать тогда, когда он хотел. Это мерзко. Мерзко и низко. Меркель поступила низко и мерзко. Мерзко и низко. Похоже на Меркель. Неправда, что они это делали для того, чтобы обмануть. Все было серьезно. Очень серьезно было. Очень. Просто было невероятно серьезно все. было уже к этому времени, если пошли тем путем, что предлагал Путин и договор был заключен. Сегодня кроме Крыма Украина была целостной, никакой бы войны не было. Конечно. Все, что предлагает Путин, все страны становятся такими целостными. Грузия такая целостная, Молдова такая целостная. 20 лет уже. Да? Ну и Украина. Вот как этот Геркин Стрелков говорил, да? Идиоты и кто там? Воры такая целостная. Это было серьезно, поскольку я, извините, болтался между Путиным и Порошенко, передавая друг другу информацию, пожелать. Болтался. Болтается, не буду говорить, что. Не требование и так далее. Как-то говорил, что Путин передал последний раз Порошенко, что поможем то, что разрушено, восстановить. То есть то, что мы разрушили, поможем восстановить, если ты нам сдашь страну. Разрушения были минимальные, но они на это не по... Минимальные разрушения. Сейчас вот максимальное разрушение. Что не предлагает помощь? Пошли. Они готовились к войне. Но так они готовились к обороне. К обороне они готовились. К обороне. Если бы они не готовились к обороне, то войска, которые зашли из Беларуси на Киев, и эти гастомельские десанты, там бы уже бухие эти десантники сидели бы в ресторанах, да, и требовали горилки и так далее. Они готовились к обороне, им надо было время для обороны, не для нападения, они ни на кого не напали, ни один украинский солдат не перешел ни чью государственную границу. Если не считать это посмешище с вступлением, входом и выходом городов из Российской Федерации. Но так нету этого. То есть они готовились к обороне. Вот если б я знал, что, ну там, помните фильм, да, «Великолепная семерка», да, вестерны, когда город знает, что придут бандиты их грабить, и у них есть день или два, семь самураев, вспомним, да, и они пытаются подготовиться к обороне своего города или там своего дома, потому что, знаешь, что придут сейчас бандиты и будут грабить. Это один дома фильм, комедия. Зная, что придут бандиты, ты начинаешь готовить дом к обороне. И вот эта подготовка к обороне действительно оказалась ключевой. И чего они так расстраиваются, да? Да, так никто не думал, как сегодня говорит Меркель Порошенко. Понимаете, вот о чем я сказал? Путано сказал. Поэтому, если... Путано. Путано или путано? Путано. Наверное, путано, да. Обманывали и готовились к войне. Это отвратительно. Отвратительно. Готовились оборонять свою землю. Отвратительно. Мерзопакостные люди. Как можно оборонять свою землю? Зачем? Согласен. А то, что говорит сегодня Меркель, вторая, Порошенко, это мерзко. Мерзко. Мерзкая Меркель. Кофе ей наливали, а она так мерзко поступила. Это тренд. И они хотят в нем быть. Второе. Меркель не хочет, чтобы ее сегодня на фоне событий в Украине обвиняли. Обвиняли. Слушай, ну ты там, ты же ездила с Оландом, представляла Европу, и ты толкала Украину не туда, куда надо. Она начинает оправдываться. Куда она толкала Украину не туда, куда надо? Она затолкнула бы те Минские соглашения. Что еще тебе надо? Подчеркну. Мерзко и недостойно. Лучше сидела бы и не вылазила. А тем самым она перечеркнула все то, что она делала и для Германии, и для Европейского Союза. Все перечеркнула, что делала для Германии и Европейского Союза. Все одним, одной подколкой Путина и Лукашенко она все перечеркнула, друзья. Как ей жить? Я не знаю. Может поехать повиниться? Может как-то какое-то покаяние устроить? Не знаю. Не знаю, как Меркель после этого сможет жить нормально. Посмотрим. Посмотрим. Но в целом, повторяю, интересная картина мира складывается. Она у меня немножко поменялась после ее заявлений. Я немножко по-другому посмотрел на те времена. Я жестко критиковал и критикую эти Минские соглашения. Действительно они мерзкие сами по себе. Но теперь я хотя бы по чуть-чуть начинаю понимать, зачем вообще в них все влазили. То есть в чем была суть? Если Меркель знала, что Путин готовит поглощение Украины целиком, что цель Путина это уничтожение Украины, украинского народа, что мы сейчас увидели. Геноцид украинского народа и реально Германия в войну вступиться за Украину не может, Европа не вступится, то единственный логичный вариант был действительно каким-то блестящим предметом этих туземцев отвлечь. И пока они до них допрет, что это не жемчуг, а бисер, каким-то образом дать выдох Украине, которая действительно перестроила свою армию, это правда, полностью перестроила с 2014 года. Есть очень много видео на эту тему, которая, да, она не смогла перевооружиться на современное оружие, потому что, видимо, чтобы не... Может быть, это я предполагаю, я не знаю, может быть, чтобы... Потому что Путин же отслеживал, он бы сразу понял, что дело пахнет керосином, если бы начались поставки оружия в Украину серьезные, да, он бы не стал ждать, он бы атаковал сразу, как дурной, поперся бы и все. И так как была такая история, что Порошенко уже был очень непопулярен, а Зеленский еще к власти не пришел, и как бы в период вот этого межвластия Украина всегда в самом слабом положении, нужно было хотя бы как-то дождаться, пока Зеленский немножко встанет на ноги, раскрутится и будет готов, ну, чтобы дальше от его личных качеств держать или не держать удар. И он выдержал. И он не просто выдержал, но еще и дал по сусалам. Вот так. Вот так.